Под его руководством заметно очень большое продвижение, тренер работает с командой, заметен довольно большой прогресс, особенно начало сезона под его руководством, куда начали выигрывать. Думаю, дальше будет так же. Получше по сравнению с Славиным Биличем, более уверенно, лучше цепляются за мяч, мне больше нравится. Радует игра, появилась какая-то дисциплина в команде, ребята видно стараются, бегают, нравится очень. Конечно жалко, что ничего не знаем о его работе в Белоруссии, будем оценивать по работе с Локомотивом, пока очень хорошее впечатление о нем. Он сам из Белоруссии, тренировал в хоккея-клубах, в принципе, знаю, что с Арсеналом, с Киевским, работал. И трансферная политика мне очень понравилась. Я как бы узнал о нем, когда он только начал Кубань тренировать, до этого не слышал о нем, мало известно. Вот так, ну, честно, нравится очень сильно играть сейчас команду. Прошлый сезон поклонники Лока стараются не вспоминать. Хороатский наставник Славин Билич не сумел добиться успеха. Команда финишировала далеко от Еврокубковой зоны. Не было ни результата, ни игры, ни коллектива. А теперь все по-иному. Локомотив исповедует осмысленный футбол. Знают люди, что делать, как делать. Знают свои сильные и слабые стороны. Тот же Тарасов, который многим кажется ужасом на крыльях ночи, вот он забивает решающие голы, цементирует абсолютный центр поля. Есть умный Самедов на фланге, есть форварды, есть защита, которая четко знает свой маневр, старается ему соответствовать. Более того, Кучук, как он сегодня сказал на пресс-конференции, там один или два раза, он подмешивает в это все умение терпеть, умение доигрывать каждый эпизод до конца, помнить о том, что в матче 93-94 минуты. И он на это обращает очень большое внимание, что с моей точки зрения помогает команде выигрывать. Потому что сегодня локомотив произошел в Кубани именно в этом. Он ее перетерпел. Противостояние локомотива, точнее Кучука, с Кубани уносило особый характер. Белорусский наставник с января по май 2013-го руководил краснодарской командой. Кстати, не проиграл ни одной встречи. Но затем возникла скандальная история. Руководство Кубани обвинило Кучука в нарушении договоренности о продлении контракта. Да, какая-то института в прессе, что для меня принципиально все, скажу так. Контракт у меня с Кубани закончился. У меня был проблем. И какие вопросы были? У меня, ну скажем так, могут рассуждать. Вот я смотрю, даже у тренера Кубани. У меня контракт с Морбовной закончился. У меня закончился. Видите, я волен выбирать себе. Ну, скажем так, было много возможностей. Леонид Кучук почти за год в России не дал ни одного большого интервью. Пресс-конференции, флеш-интервью, пожалуйста. От обстоятельных бесед тренер пока отказывается. От того и публика не очень-то представляет, кто возвращает в былые славные времена московский локомотив. О тренере говорят, игра и результаты его команды. Вот. В этом смысле Кучука плюсики он набирает. Вот. Как о человеке, никакого впечатления о нем нет. Потому что он избегает общения с прессой. Он такой, закрытая раковина такая пока. Причем это его вина, на мой взгляд. Это не вина прессы. Многие хотели бы с ним поговорить и узнать действительно о том, какой он человек. Ну, немножко повлияло на все это вот его уход из Кубани. Когда он хоть и говорит, что он имел статус свободного агента на тот момент, у него закончился контракт. Но, я так понимаю, обещания он руководству клуба давал. Он же их и не сдержал. С другой стороны, когда всем нам будет по 50 лет и старше, и когда мы будем отказываться от более выгодных предложений, вот тогда мы, наверное, получим право его судить. А пока мы просто наблюдаем. Локо в восьмом туре минимально побеждает Кубань. По счету, но никак не по игре, о чем неустанно повторяет после матча нынешний коуч краснодарцев Мунтян. Вопросы в подобном ключе задают Кучуку и журналисты. Белорусский специалист реагирует на них спокойно, отвечает обстоятельно и не устает объяснять свое сверхэмоциональное поведение у кромки поля. Кстати, сегодня у Кучука был достойный оппонент из Румынии. Любопытное отдельное противостояние. Если бы я следил за Мунтяном, я бы перестал следить за его. Это первое. Я вообще не следил. Ни в коем случае не были случаи, когда провоцировали тренера, и начиналась заводиться команда. Получалась одна карточка, вторая, третья. Удаление, одно удаление, второе. И при полном преимуществе проигранный матч. Здесь я, наоборот, концентрируюся полностью на игре. И стараюсь, чтобы команда, ну, скажем так, если я подсказываю, чтобы она доигрывала каждый эпизод. В российской премьер-лиге миновала треть дистанции. Лока в лидирующей группе наравне с «Зенитом», с протоколом и ЦСКА. И наблюдать за преображением команды чрезвычайно интересно. Я бы советовал заглянуть всем в протокол сегодняшний, в графу «Запасные». Слушайте, там целая армия сидит. Вот с таким составом, если Кучук не ослабит вожжи, если он, значит, не свернется к колеису, то есть, который он выбрал, я думаю, перспектива очень хорошая. И если не задрясет поклубные части локомотива, потому что там как раз меньше уверенности. Вот. Но пока все выглядит как довольно стабильная такая конструкция, которая движется в правильном управлении. А Леонид Кучук ничуть не сомневается, что локомотив уже в нынешнем сезоне добьется большого прогресса. И оснований не верить наставнику у нас действительно нет. Локомотив, я как считаю, из своих возможностей, что сам конкретно сильный, как он может играть, еще, как я его и не знаю, почему бы, потому что, ну, значит, нужно уметь, что самое главное, уметь играть и уметь держать игры и играть под результат. КОНЕЦ